Чтобы составить подробную карту одних только наших материков, исследователи прошлых эпох потратили тысячи лет. Но с каждым годом мы движемся дальше. И бросаем вызов Вселенной, открывая новые горизонты. За последние 60 лет с Земли было запущено 5924 космических аппарата. Многие из них канули в небытие и потеряли связь с Землей. Остальные позволили увидеть то, что миллионы лет было скрыто от глаз человека. В 1986 году действующий космический аппарат NASA Voyager 2 достиг урана. Сегодня я расскажу вам о том, что он успел увидеть за время своей короткой встречи с одной из самых далеких планет Солнечной системы. Вояджер 2 никогда не совершил бы своих открытий, если бы не случай, произошедший в середине прошлого столетия и в корне изменивший сегодняшнее представление о космических объектах. В 1964 году практикант лаборатории реактивного движения Гэри Флендера начал рисовать графики будущего положения планет и вскоре обнаружил, что в конце 70-х все планеты за поясом астероидов соберутся вместе в узком секторе неба. Такое событие случается в нашей системе раз в 175 лет. И это была уникальная возможность. Перескакивая от одной планеты к другой при помощи гравитационных маневров, космический аппарат мог изучить их все разом. И заодно сократить время перелета, что значительно увеличивало шансы на успех. Но такому амбициозному проекту не суждено было сбыться из-за больших затрат. И тогда НАСА пошли в обход. В 1977 году планировался запуск более дешевого проекта «Маринер Юпитер Сатурн-77». И несмотря на то, что два входящих в него аппарата предназначались только для изучения Юпитера и Сатурна, ученые, занимавшиеся разработками, заранее подготовили зонды к долгому путешествию. Траектория первого аппарата позволяла совершить дополнительный пролет через Титан, одной из лун Сатурна, обладающую собственной атмосферой. Остраховавший его второй зонд мог отправиться навстречу с Ураном и Нептуном. За полгода до запуска было принято решение изменить название проекта. Так в истории космических открытий появились «Вояджеры». Забегая вперед, можно сказать, что за свою долгую историю «Вояджеры» обнаружили немало явлений, существование которых еще много лет искало бы свое подтверждение. Нестабильная атмосфера Юпитера, меняющиеся кольца Сатурна и темное пятно Нептуна. Все эти открытия произошли благодаря рискованному эксперименту, на который когда-то решились ученые из НАСА. И через 9 лет после своего запуска «Вояджер-2» стал единственным космическим аппаратом, который когда-либо достигал Урана. Чтобы ускорить связь между ним и Землей, 64-метровую и две 24-метровые наземные тарелки сети ДНС связали воедино. Камеры аппарата должны были успеть отправить несколько тысяч снимков. Все, что было известно об Уране до приближения «Вояджера», наклон превращений, 9 колец и 5 спутников, данные кропотливо собранные лучшими умами планеты за сотни лет, составили лишь малый процент информации, которой мы обладаем сегодня, благодаря короткому пролету аппарата МИМА. 7 июня 1985 года были сделаны первые навигационные снимки системы Урана. Но к более подробным съемкам камера приступила только 6 ноября. Примечательно, что аппаратура для измерения электромагнитного излучения ничего не слышала ни в ноябре, ни в декабре, ни в первой половине января. При том, что датчик, фиксирующий уровень излучения Земли, стих только после орбиты Марса. Радиошум Юпитера начался в день запуска и с тех пор не замолкал. Майкл Кайзер из Центра космических полетов имени Годдарда пророчески отметил «Или нам встретилась планета без магнитного поля? Или оно настолько странное, что мы просто не знаем, что искать?» На сегодняшний день, благодаря исследованию Вояджера, известно, что магнитное поле Урана имеет особенности, связанные со спецификой его вращения. Характерным отличительным признаком является то, что магнитная ось не соответствует оси вращения планеты. Она сдвинута относительно центра на одну третью его радиуса. В дополнение к этому магнитная ось отклонена от оси вращения и образует с ней угол в 60 градусов. Магнитосфера Урана тянется не широкой полосой, а закручена в штопор. Это происходит из-за сильного наклона оси вращения к оси магнитного поля планеты. 27 декабря 1985 года на снимках Урана впервые стали выделяться широтные зоны. Темно-бурая у полюса и светлая у экватора. В этот же день на полученных кадрах Стивен Спиннет смог подтвердить открытие первого неизвестного спутника Урана 1985-U1. По сложившейся традиции этот объект получил свое имя в честь одного из персонажей пьес Уильяма Шекспира «15 пак». В течение следующих нескольких дней Voyager 2 делал снимки спутников, среди которых были уже известны ранее Титания, Аберон, Ариэль, Умбриэль и Миранда. Однако благодаря полученным фотографиям их число увеличилось втрое. 16 января 1986 года компания исследователей проекта Voyager 2 объявила об открытии в ходе съемок еще шести новых спутников. Наиболее крупные объекты 1986-U1 и U2 были обнаружены на снимках, полученных 3 января, U3 — 9 января, а U4, U5 и U6 — 13 января. В современном списке спутников Урана этим временным обозначением соответствуют 12 порция, 11 Джульетта, 9 Крессида, 13 Розалинда, 14 Беринда и 10 Дездемона. На снимках 20 января стали появляться отдельные детали поверхности Аберона, Титании и Ариэля. И в этот же день были найдены еще два спутника — U7 и U8, 6 — Карделия и 7 — Офелия. 22 января Voyager 2 начал исполнять первую пролетную программу B751. Помимо регулярной съемки спутников, она включала мозаику колец Урана и цветную съемку Умбриэля. На одном из снимков, сделанных на следующий день, Брэдфорд Смит нашел еще один спутник планеты — 1986-U9. Впоследствии ему дали имя «8-Бьянко». Настоящим открытием для астрофизиков из НАСА стала Миранда, а точнее необычный рельеф ее поверхности, который стал заметен благодаря снимкам Voyager. Внешний слой коры Миранды испечрен разломами, долинами, уступами и ущельями, которые вместе образуют некий гибрид с геологическими деталями разных миров. По оценкам исследователей, как минимум 10 типов рельефа сошлись на небесном теле каких-то 500 километров в диаметре. В прошлом мы уже делали на эту тему ролик, поэтому более подробно ознакомиться с этим спутником можно по ссылке выше. Затем наступила очередь открытий, касающихся колец Урана. Когда Voyager проходил через плоскость колец планеты на расстоянии 115 тысяч километров от ее центра и 60 тысяч от внешнего кольца Эпсилон, в поле зрения аппарата попало множество полевых частиц, наподобие диффузного облака толщиной 4000 километров. Так Voyager 2 обнаружил два новых кольца Урана. Первое кольцо находилось между кольцами Дельта и Эпсилон и получило временное название 1986-U1R. При прямом солнечном свете оно выглядело очень узким, всего 1-2 километра и слабым, и было замечено астрономами только в ходе ультрафиолетовых наблюдений. Позже десятое кольцо Урана было найдено на снимках. На этой фотографии видны они все. От яркой плоскости кольца Эпсилон наверху до тусклой линии шестого кольца. Существование второго открытого Voyager'ом кольца 1986-U2R удалось подтвердить только в 2004 году. Оно располагалось на расстоянии 39 500 километров от центра планеты и спустя 20 лет мигрировало наружу, заняв зону до 41 350 километров. Перед тем, как навсегда попрощаться с Ураном и устремиться навстречу новым горизонтам, Voyager 2 сделал прощальное изображение планеты. Когда был снят этот кадр, аппарат находился уже на расстоянии в 1 миллион километров и направлялся к другой тайне Солнечной системы – Нептуну, предвидя встречу, которая снова перевернет научный мир. А в это время за миллиарды километров от него тысячи людей затаили дыхание, готовясь к тому, чтобы сделать новый шаг навстречу неизвестности. Редактор субтитров А.Семкин